Благодарю Богу, все честные отцы, монашествующие братья и сестры. Сегодня девятый день, как почила Господь наша Сподвижница, монахиня Мария Кузнецова. Сейчас, как говорится, тело ее в Екатеринбурге, сегодня, наверное, будет предаваться земле, может быть, на монашеском кладбище, не знаю, если получится, или мы рядышком с родственниками, но, как бы там ни было, Господь так устроил, что мы тело отдаем земле, ну, так скажем, получилось, что у родных, у близких, которые могут ее помянуть, прежде всего, о ее папе родной, и родиакон, Александр, мама и прочие родственники, а душу Господь забрал ее на небо. Ну, чем она нам близка, дорога, как я уже говорил, что она такая, как солнышко, была светлым человеком, добрым, вот, мне радостно, что она, девятый день, как говорится, у меня сегодня тоже день Иоанн, дело день крещения, поэтому такая, как бы, связь, все мы связаны друг с другом, и вот даже так, такими разными духовными частями, поэтому, мы знаем, что первые, там, три дня мы сугубо молились, чтобы все Господь управил, у нас мы совершали такую, скажем, непрестанную молитву, и днем, и ночью, по очереди совершали чтение псалмов, а вот до девятого дня уже, так сказать, не в таком режиме, но каждый день, конечно, поминаем, как можем, но до девятого дня довольно легко человеку, верующему, потому что он идет в райские обители, смотрит их, как научилась церковь, и, может быть, на встречу с Богом, вот, а с девятого по сороковой обычно бывает, мне кажется, ну, может, не у всех, может быть, как говорится, как вот отличники без экзамена автоматом идут, правильники, на суд не придут, но придут от смерти и живут, мы не знаем об этом, как ее судьба сложилась, но, как говорится, и правильник, Иоанн Затауст говорит, «да, что правильник меня спасается», ну, поэтому в времена Иоанна Затауста тысячи, из тысячи один спасался, вот, хотя, вроде, все верующие были, поэтому мы молимся, чтобы Господь избавил ее от души от тар, простил ее немощи, грехи, пороки, прегрешения малые и большие, и исподобил ее вечной жизни с Богом, со святыми, с Ангелами, с Царством Небесным, вот, поэтому, вот, в эти дни до сорокового дня надо усугубить молитву, потому что мы не знаем суда Божия, но и суд Божий, и суд человеческий, поэтому мы видим, что человек светлый, хороший, принимаем это, радуемся, но есть тайные грехи, есть какие-то нераскаянные грехи, там, и так далее, страсти, привычки, там, пороки, и так далее, поэтому мы не знаем сего, и поэтому надо молиться, углу-сугубо за нашу дорогую монахиню Марию, эти виды сорокового дня, чтобы Господь помог, а сороковый день как раз к концу поста, уже к концу страстного пятницы, уже на субботу, а там уже и Пасха, поэтому после Пасхи мы определимся, где-то какой-то там, наверное, во второй день Пасхи, может быть, мы проведем сороковый день, там, чуть попозже, на пару дней, наверное, в светлый понедельник, наверное, да, я сам день Пасхи, а в светлый понедельник, наверное, совершим днем, наверное, такую пасхальную панихиду и проводим ее, так скажем, уже, как говорится, после сорокового дня. Спасибо, Господи, храни Вас Господь, вы молитесь за нашу подвижность. Спасибо.